Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Раз вас приветствовать с началом рабочей недели. И очень благодарен тем, кто сегодня пришел. Сегодня у нас вторая встреча, посвященная книгам. Прежде всего, и по сути дела, впервые, наверное, книгам нашего издательства. Я попробую раскрыть тайны нашей издательской политики. Почему, зачем, для чего мы издаем книги. Если вам это интересно, меня это очень радует. Прошлая наша встреча была посвящена тому же вопросу, какие книги нам нужны. Как всегда, в более рефлективном ключе. Ввиду ответа, какие книги останутся, какие книги уйдут, за что нам бороться. И в основном я рассказывал и о нашей агрегаторской политике. Ир осветил вот тот сегмент, который я называю ретро-литературой. Различной коллекцией старых книг, классики, которая нам остается сегодня нужна. Ну, а сегодня речь пойдет в первую очередь о современных книгах. Ну, пару итогов напомню, о чем мы говорили в свете вот этой угрозы книги. И, кстати, поздравляю вас. У нас не случайно именно сегодня такой вебинар. Сегодня завершилась книжная ярмарка «Нонфикшн». Надеюсь, что кто-то из вас побывал на ней, видел этот праздник книги, видел и наш стенд. И уже какие-то конкретные вопросы, может быть, имеет по тому книжному спектру, который вот сегодня можно увидеть перед собой как на ладони. Так что сегодня, конечно, будет и «Нонфикшн» особое внимание посвящено. Вот. Но, тем не менее, о чем мы говорили в прошлый раз? О том, что книга действительно поставлена под вопрос. Она уже не очень нужна для информации, она не очень нужна для образования, не очень нужна для коммуникации и даже для развлечения. Но, тем не менее, все это она все равно в себе сохраняет. И самое главное, что книге присущей, и она никому это не отдаст, это функция книги как лаборатории абстрактного мышления. И в тех вот разрывающих тенденциях, напомню, ключевой здесь показатель – медленное чтение и быстрое. Вот сейчас, кстати, нередко говорят, что там, ну, что вы там жалуетесь на современное поколение, сейчас читают очень много. Там и пишут много, и, прежде всего, примеры приводят мессенджеры всяких там, социальных сетей. Вот. Но на это я всегда так резко возражаю, что не надо путать чтение и чтение, да. То, как мы читаем и работаем с электронными медиа, и то, как мы работаем с книгой – это абсолютно разные истории, и надо это понимать. И вот быстрое чтение – это как раз свойственно нашим гаджетам, это совсем другие опции, совсем другие компетенции. А вот то, что нам нужно, и то, что только книга нам может дать по-настоящему, это смысловое чтение. Смысловое чтение, в отличие от информационного, вот, которое мы в электронных медиа имеем. Вот. Но, тем не менее, книга остается в трех своих базовых функциях. Книга знаний, книга как удовольствие и детская книга. И, наверное, так и будет и дальше. При этом мы тоже останавливались на том, что бумажная книга, книга в бумаге все равно останется фундаментом, как бы не развивалась и как бы не прогрессировала дальше электронная книга. А электронная книга была и будет неким субститутом. И вот тут вот никакой замены не произошло. И, наверное, не произойдет, пока книга будет книгой. И, подводя итог вот того наступления электронных медиа и уже результатов, которые мы можем здесь видеть домены информации и коммуникации перешли к электронным медиа. То есть все вот эти вот задачи электронные медиа решают лучше и будет здесь доминировать практически дело, практически иметь монополию. Но вот осмысление, вот эту здесь монополию за собой оставит книга и слово. Умение думать наедине с собой. Вот такое интимное свойство. Это можно только с книгой. И формулируя так уже как бы броско, книга не несет информации, книга не нужна для коммуникации, по большому счету, да, все это можно и по-другому теперь сделать, и где-то даже удобнее. Но книга остается и очень нужна, как некая медитативно развивающая практика. Вот это вот умение оставаясь самим собой, размышлять вместе с книгой, когда никто не мешает, когда никто не говорит, никакая говорящая голова, да. Вот это вот некая игра в бисер, которую мы с вами знаем, или там шахматы, или что-то еще. Вот то, что позволяет развивать нам вот эти вот компетенции мозга. Ну что ж, а теперь перейдем тогда, как мы, вот так воспринимая задачи книги, пытаемся реализовать это в нашей практике, издательской практике, в нашем издательском портфеле. Сразу скажу, наш слоган уже давно был и будет книга знаний, мы издаем книгу знаний, причем в трех совершенно разных форматах, и о них и будем говорить, которые, ну, радикально эти сегменты отличаются между собой. Первый учебник, учебная литература, то, что мы в первую очередь несем в качестве электронной библиотечной системы. Второй сегмент, это уже розничный для всего общества, для всего рынка, это книга нон-фикшн, научпоп, монография, книга знаний, вот в этом формате. Ну и, наконец, третий сегмент, книга как память, классика. Вот этой функции в прошлый раз было наибольшее внимание уделено, я вам рассказал, наши основные там интересные проекты, ну и пару слов еще посвящу и сегодня этому, потому что, ну, это очень важное для нас направление. Ретро-коллекция. И что вот здесь знаменательно, что это как раз и есть, как я бы сказал, ретро-книга, это книга не для чтения, это книга как основа опыта, идентичности. И вот я тут недаром несколько книг вывел на слайде, Библия. Вот, казалось бы, книга, которая определила всю нашу иудео-христианскую цивилизацию, все наши понятия, строй культуры, цивилизации, все-все-все. Ну, вот, действительно, Библия – это наше все. И, тем не менее, даже в ту эпоху, когда она вообще все определяла и была единственной, по сути дела, книгой, вы знаете, что Библию не читали. Ну, практически никто не читал, не умел читать, даже священники. Это была очень узкая каста знатоков, кто умел, знал, зачастую там без переводов или с переводами. Вот, тем не менее, это не мешало книге быть всем. Или возьмем другой случай, вот здесь «Война и мир». Тоже книга, очень толстая, и по этой причине уже, наверное, мало людей у нас, кто читает, во всяком случае, перечитывает эту книгу. Это уже целая такая жизненная эпопея «Перечитать войну и мир». Да, еще там в школе как-то это проходим, но далеко не все читаем. И, ну, уже все знают, что вот именно молодежь очень тяжело подвигнуть на такую книгу. Тем не менее, «Война и мир» и сегодня остается таким неким символом и русской литературы, и нас самих. Некий фокус самопонимания. Через этот вот фокус, через этот текст мы смотрим на себя как в зеркале, мы идентифицируем себя как русский, и, конечно, представить наш мир, нашу цивилизацию без войны и мир, ну, это просто невозможно. Это вот касательно Толстого, ну, а о Пушкине, само собой, тут еще там надо повышать на три ступени. И я хотел как раз именно на Пушкина остановиться. Почему вот Пушкин наше все, да? Ну, написал, в принципе, его собрание сочинений такое большое. Но вот это как раз и есть некая точка опоры, вот точка для, точка идентичности, да? И очень важно понимать, тем более стремительные изменения в нашем мире, а в 20-м, в 21-м мире, а не просто вот в исторической перспективе какие-то гонки, настоящие очень быстрые гонки. И вот как раз в рус, вот в стихии этих изменений очень важно ощущать почву, не отрываться от основ. Иначе занесет и все равно придется возвращаться. И вот Пушкин это, наверное, одна из вот этих точек идентичности. Почему? Прежде всего потому, что это состояние языка середины 19-го века. Он нам создал этот язык, зафиксировал его, и не случайно, что это было именно эта эпоха. Для другой эпохи Пушкина не нужно было. Но середина 19-го века это как раз мы в начале эпохи индустриализации. Ключевой и для сегодняшнего нашего ритма начало эпохи капитализма, опять-таки, которым мы продолжаем существовать. Это та точка отсчета, когда мы способны еще узнать себя. Потому что будете вы читать пораньше там Державин, Сумароков и еще кто-то, но мы уже не узнаем здесь себя, мы уже другие. А вот в Пушкине это мы. И по сути дела это вообще начало России, того русского мира, о котором сейчас говорят. И в частности об этом свидетельствует еще один ключевой такой интеллектуальный момент, спор славянофилов и западников, которым они обозначили вот этот момент исторической истины и этнической идентичности. Я вот хочу зачитать один фрагмент красноречивый участника вот этого ключевого для нашей цивилизации спора Петра Чаадаева. Когда он пишет «У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной, в это время люди становятся с китайцами в мире физически и духовно. Это эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзии, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями. Это необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить. Они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которой их способности развиваются всего сильнее, и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. Вот о каком времени идет речь. При этом интересно, что Петр Чаодайв как раз в этом философическом письме упрекает Россию, что она лишилась, лишена этого момента, но мы уже с высоты нашего возраста можем сказать нет, вот в этом он не прав, как раз то, в тот момент, которым он пишет эти строки и описывает вот это состояние юности и цветения, это и есть и для нас точка идентичности, опора для дальнейшего движения. И вот чтобы понимать нужна классика ретро-книга. В то же время понимание нашей идентичности может быть опорой, но может быть и иллюзией и соблазнами. Вот я по этому поводу писал в свое время статью «Русский мир. Богословский смысл и политические экспликации». И это нам тоже может грозить каждый день. Вот исходя из этого мы под лозунгом «Время спасать классику» очень много с ней работаем, печатаем и в частности это выражается в нашей коллекции «Ядро книжной культуры России». И причем подчеркну, ядро книжной классики это не то, что нужно непременно читать, но это то, что нужно обязательно иметь. Иметь под рукой в библиотеке. и поэтому я и вынес еще раз этот слайд, эту мысль сегодня, потому что надеюсь, что среди нас конечно же есть библиотекари и это конечно долг нас, библиотек, как просветителей слова ума и хранить классическую книгу. Ну а напомню, вот эти проекты у нас все суммируются в таких библиотечках, как «Ядро русской книжной культуры», «Нестериана» «Историко-патриотической библиотека», «Библиотека русской классики», «Книжной коллекции научной классики», о чем я подробно рассказывал в прошлый раз. Ну что ж, переходим к книге современной, актуальной и прежде всего начнем с «Нонфикшн», книга знаний как «Нонфикшн». Здесь я сразу адресую к нашему сайту DirectMedia.ru, который практически весь посвящен вот именно этой книге в формате «Нонфикшн» и один из крупнейших ресурсов на эту тему. Ну давайте с вами сначала задумаемся, а что такое «Нонфикшн», что мы под этим подразумеваем. На самом деле это слово достаточно новое, ну, наверное, лет 20, как вот возникло и сама ярмарка сток примерно имеет, раньше оно как-то не употреблялось, но скажем так, «Нонфикшн» и «Ноучпоп» это те книги, которые предназначены для профанной культуры, для индивидуального чтения. В свете, конечно, понятие книгознаний, да, это не та книгознаний, как учебник, там, или монография, это прежде всего такой популярный формат, обращенный к каждому. Сегодня около 15% книжного рынка составляет этот сегмент, он довольно внушительный, но не самый большой, по сравнению с художкой, там, детской литературой. И я бы сказал, что вот этот формат «Нонфикшн», который, как я говорю, останется с нами и нужен нам, он отличается от монографии, но не по жанру, а, прежде всего, по своей задаче. И его задача осветить вопрос, изложить точку зрения. Эта книга предназначена для понимания, размышления, то есть некая познавательная книга. Ну, раньше, по сути дела, подразумевалась научпок. Но в целом, я бы сказал, что то, что мы имеем в виду под «Нонфикшн», это просто книга. То, как и раньше книга воспринималась, если не исключить художественную литературу, а все, кроме художественной, это вот такая познавательная книга. Но сейчас она получила такие акценты популярности, что ли, особой эстетики, особого места в нашей жизни. И, соответственно, основные темы и содержание этой книги это саморазвитие, личностный рост, психология, общество, политика, история, культура. Но в целом это гуманитарная проблематика, касающаяся всех и каждого. То есть, это некие общие, общезначимые проблемы, транслируемые через книгу. Ну, и особый сегмент это «Нонфикшн» научно-популярные изложения естественно-научных проблем, включающие любознательность, мировоззрение, наше понимание мира. Вот такие вот направления охватывает «Нонфикшн» и кто был на ярмарке, в общем-то, должен был получить подтверждение этого. Но что важно, задача книги знаний быть актуальной, современной. И в этом она отличается как раз от классики. Невозможно читать классику в формате «Нонфикшн». Это совершенно разные вещи. Классика она не современна. И этим уже сказано. А вот книга «Нонфикшн» она должна отвечать на сегодняшние вопросы, ключевые вопросы, поставленные современность и современникам. То есть быть злободневной на злобу дня. Вот собственно такие, так мы понимаем книгу «Нонфикшн» и такие книги стараемся издавать. И проведу вас с небольшой экскурсией по нашим основным сериям, основным издательским нашим усилиям. И начну в частности с серии «Восточный вектор». Вот это одна из показателей, что значит отвечать на злобу дня. Вот у нас совершился такой цивилизационный поворот, некий общественный запрос на движение к восточной культуре, на понимание этой культуры. мы сейчас политически, геополитически в союзе с Китаем, Ираном. И вот этот цикл книг призван ответить на вопрос, а что это за культура, а как их понять, реализовать вот этот поворот на восток, что мы здесь найдем. Вот, соответственно, несколько книг, они все, это все переводы, мы издали, Китай, пузырь, который никогда не лопнет, об экономическом состоянии, перспективах, самый важный аспект, который нас интересует, Иран изнутри, то есть общество, все замкнутое в санкциях, как Иран справляется с санкцией, что будет, если годами, десятилетиями жить в этих санкциях, все это очень интересно именно из нашего внутреннего теперь состояния. Две Кореи, страна, которая разделилась, и как вот они существуют теперь десятилетиями по 38-й параллели. Вот эти вопросы поднимаются в этих книгах, я думаю, что они интересны каждому, кто ставит серьезно эти вопросы и заинтересован в них понять. Или другой, вот в этом же ключе, другая серия к другому образу ислама, книги, но они, правда, не серийные, книги, которые раскрывают содержание и внутренний мир исламской цивилизации. Найти, и тут тоже перед нами стоит, задача найти контакт, сформировать культурный союз восточного христианства и ислама. И здесь у России тоже есть своя миссия, потому что как раз это мирное существование сегодня, когда противостояние христианства и слава достигло необычайного напряжения, мы в России призваны учить, как мы это умеем, в мире и согласие. Но, тем не менее, я бы не сказал, что мы хорошо понимаем ислам, и вот этому-то и посвящены книги, например, тоже классика выдающегося ученого Томаса Бауэра «Культура неоднозначности и плюрализма к другому образу ислама». Расшифровывает очень важные и для европейского сознания неочевидные вещи. Или Саид Гафуров наш соотечественник «Крест, полумесяц и арабская нация» к вопросу о оранжевой революции, о революциях, которые там произошли, и каковы их последствия. Ну, и, конечно, известнейший исламский деятель Гидар Чемаль последнего книга «Воспоминания сады и пустоши». Так что ислам одна из наших тем, вызывающих наш интерес. Другая такая же масштабная тема, связанная с левым движением, левым мышлением, называется «Левый разворот». В основании этой темы было положено мысль, что на том рубеже, в котором мы стоим, ожидается вместе с возвращением к советскому прошлому каким-то ностальгическим понятиям и возвращение к левым началам политики. Время не совсем подтвердило вот такую нашу установку. Я бы сказал, что разворот оказался скорее правым, но это все только по таким учебникам. на самом деле мы видим, что продолжается именно и возвращение ключевых левых, а все-таки левых понятий, а все-таки Советский Союз, наше советское прошлое вот в ключе этих категорий формировалось и определяло наш фокус воззрения на мир. Вот поэтому эта серия у нас очень живая, очень актуальная, ее ведет известный представитель левого движения Борис Кагарницкий, который сейчас является иноагентом и сейчас вообще находится в тюрьме, но он по-настоящему представляет вот эту идею, в частности в своей книге «Долгое отступление», он предсказывает новую силу левых пути, по которым левое движение и мысль будет дальше находить свой путь. и это очень интересная серия, здесь идут и переводы, и переиздания таких вот классиков тех левых мыслителей, которые вот искали альтернативы, да, в частности Эдуард Бирнштейн, основатель ревизионизма, Отто Бауэр, основатель австрийского социал-демократической мысли своего такого поворота, ну и современные мыслители Герберт Маркузе, не переведенные у нас к революции и бунт Отто Шик, это чешские деятели времен 68 года, планы рынок при социализме, его бестселлер, который был нам недоступен в стране, ну и современники, Чарльз Торп, социология в постнормальной эпоху, отражающий вот нынешний такой специфический, острый, исторический момент, Норберт Фрай, про левое движение молодежи 68 года, ну и другие книги, то есть это я считаю одна из самых интересных серий в нашем издательском портфеле. Но есть у нас и книги совершенно другого плана и толка, скажем так, консервативной повестки, главный наш критерий, чтобы книга была интеллектуально нагруженная, чтобы она действительно мыслила вместе с автором и читателем. И в частности вот здесь серия тайны архивов, это исторические документы, выкопанные из архивов, вырванные страницы, которые не имели публикации. В частности здесь и несколько книг, которые лежали только в архивах, например, Литвинова, первого министра иностранных делали его дневники и бумаги. Ну и другие материалы такого рода. В частности касающиеся сталинской эпохи. Очень похожая в этом же ключе серия «История спецслужб» о всех наших различных спецслужбах и силовых структурах, начиная еще с дореволюционной России. И здесь такие книги, как «История уголовного розыска», «История жандармерия», «Книга Ежова», тоже открытая от фракционности к фашизму. В общем, много такой познавательной литературы для тех, кого интересует вот эта сторона нашего государства и общества. Еще одна очень большая серия «Люди судьбы эпохи». Ну, по названию видно, что это прежде всего такие книги масштабные, воспоминания, мемуары, книги замечательных людей, которых нельзя забывать. И вот, например, «Земля обетованная» Мэри Антин. Пронзительная вообще книга о том, как евреи жили в Российской империи. показывает, но никакая другая книга вот так не иллюстрирует быт и состояние еврейского народа. И это история о том, как Мэри смогла уехать на землю обетованную. В данном случае это была Америка. Ее путешествие, ее злоплючение, ее взгляд. По сути дела, человека Российской империи, вот совершенно новой стране, культуре, о которой она мечтала. Очень любопытная книга, рекомендую. Была бестселлером в Америке десятилетиями. Или вот другие книги, например, касающиеся движения BLM, Black Lives Matter, «Души черного народа». Еще есть у нас книги Вашингтона, которые были одними из ключевых в американской культуре для того, чтобы открыли глаза и расизм был преодолен. Опять-таки, очень актуальна сегодня тема для понимания, что творится в Америке, какие там культурные тренды. Или «Моя жизнь» Нуэль Бабах Херст «Воспоминания и мысли» Жозефины Баттлер. Это книги, которые лежат в основании феминистской мысли, феминистской культуры. С этого все начиналось с начала XX века, первое движение. В общем, вот такие книги, в частности, вот еще очень любопытные и удивительные приключения миссис Сикл. Это книга, тоже воспоминания госпожи Сикл, которая была одной из первых медсестер, участвовала в Крымской войне на нашей земле, только по ту сторону баррикад. И вот первая волонтерка, как она видела Крымскую войну и ситуацию с ее точки. А рядом у нас есть книга как раз о наших сестрах милосердия, которые по нашу сторону помогали бойцам. В общем, вот такие интересные неоднозначные страницы истории, которые, я думаю, каждому будет интересно перелистнуть и почитать об этом. Но вообще мемуары мы любим. И здесь еще одна очень большая серия мемуары замечательных людей. вот в пику серии «Жизнь замечательных людей» и оформление достаточно близкое. И здесь мы стараемся тоже какие-то найти. Если «Жизнь замечательных людей» это прежде всего биография, то у нас это прежде всего мемуары. собственное слово этих людей. И вы видите различных творческих людей, писателей, Державин, Соловьев, Нестеров, Блок, которые писали себя. Также очень ярких современников, таких как Автарханов. вот это одно из наших ключевых авторов. Наверное, замечательнейший, лучший историк позднего советского периода. И сегодня его тексты звучат правдой и очень поучительной. Из последних изданий перевод Улиса Гранта. Опять же, эпохальные фигуры в Америке. Он, наверное, в десяток знаковых личностей входит. Герой гражданской войны в своих воспоминаниях, прекрасных воспоминаниях раскрывает вот все три волнения двухтомников. Впервые нами переведен. Замечательная эпохальная книга. Переходим к научпопу. Здесь все серии называются неочевидные, невероятные. Большой блок этих книг связан с именем Николая Непомнящего, автора, который, наверное, больше всех просто там чуть ли не монополист по этой теме, больше всех написал с очень долгой своей авторской традицией. И вы видите здесь люди-динозавры, реликтовые зоологии, код-чуди, географии про цивилизации, анти-дарвин, то есть все вопросы, на которые мы сегодня не имеем ответов, или во всяком случае неоднозначные у нас ответы, неочевидно, невероятные, дает пищу уму и любознательности. И еще в одной серии тоже есть книги Непомнящего, Игноциум популис, ну, совершенно другая серия, неизвестные народы. И здесь проявляется наш интерес опять-таки к таким прикрытым страницам истории нашей жизни, народы, которые пришли из прошлого, из каменного века, о которых мы сегодня еще имеем какие-то следы, но мало задумываемся, что это совершенно другая жизнь, жизнь, скажем так, наших праотцов. И, например, вот здесь знаковая книга, один из наших бестселлеров, Год среди каннибалов, описание похода начала 20 века в глубины Амазонки, совершенно другой неведомой нами культуры. Ну, также интересны и другие народы, Дети Дождя, Догоны, там или Гуанчи, Рапануйцы, люди другого вообще географического пласта. и встречи с ними очень интересные, поучительные. А вот здесь более классическое направление нон-фикшна, да, это психология, социология, самопознание. Называется эта тема, это серия «Гноти Сеаутон, познай себя». среди этих книг одна из ярких современных психологов гендерных по отношениям, социологии гендерных отношений, «Почему любовь ранит, почему любовь уходит», очень глубокие книги. Андрея «Реквиц современный социолог о структурных изменениях эпохи модерна, общества сингулярностей». Или классик изучения индолог Вильгейм Хальпфрасс «Индия и Европа. Опыт понимания». Все это очень важные фундаментальные книги современной мысли. Ну, вообще очень много авторов у нас и отечественных, которые вот именно пишут в жанре нон-фикшн, не монографии, а таких познавательных исследований, например, Дмитрий Калюжный или Владимир Моисеев или Тараторин, яркий автор, Медушевский. Вот надеюсь, вы, листая наши страницы, тоже остановитесь на них и их тема вас заинтересует. История, социальные мысли. Конечно же, много у нас книг по экономику, маркетингу, бизнесу. мы все-таки рядом с образовательной системой, и мы, конечно, то, что интересно от университетского сообщества, стараемся перевести на этот рынок розничной культуры, рынок любознательности, нон-фикшн. вот такие темы, как философия, этика, фондового анализа, деньги, которые мы выбираем, океаны, зерна, вот перевод Скотт Нельсона, очень поучительная книга в свете вот тех, той ситуации с зерном, которая сегодня возникла в мире. вот сейчас, например, переводим книги, книгу «Философия денег» Георга Зимеля, выдающегося философа, до сих пор не была переведена на русский язык. И в своей деятельности мы стараемся не только познакомить вот с такой самой острой, интересно, актуальной мыслью, прежде всего зарубежной, но и использовать технологии, в частности технологии искусственного интеллекта, и, например, они нам помогают в серии «Экспресс Транслейшн». Это актуальные тексты западной мысли, которые переведены буквально информативно. Это уже больше такая даже монографическая литература, она прежде всего для специалистов, но позволяет нам очень быстро донести вот это новое зарубежные мысли до нашего общества. Социальный медиа, социальный порядок, гендерное насилие, законы общества, порядок и действительность Гейзенберга, это часто сборники статей, вот то, что вышло буквально вчера на Западе. Еще одна серия, на этот раз уже направленная в прошлое, «Россия вне России, литература и миграции». Мы, наверное, издательство, которое выпускает больше других в этой теме, поднимаем вот тот пласт литературы, который не дошел или только частично до нас дошел тот пласт самых ярких имен, которые в зарубежье, в эмиграции нашли себя, писали воспоминания, романы, размышления, философию. Большая такая серия интересная. Ну, и переходя к таким уже смежным сегментам аудиокниг, да, и здесь у нас крупная серия, послушайте. Используя тоже кредо, как и в издании, то есть не тиражная книга, книга не широкого спроса, но очень там интересная и важная, умная книга, да, мы это все стараемся и перевести в аудиоформат, потому что, как и в бумажном, в тиражной истории, в аудио тоже очень важный тираж, масштаб, и все то, что ниже определенного тиража, то есть, что не является бестселлерами, на наш рынок в аудиоформате практически не создается. искусственный интеллект это один из выходов, и мы совершенствуем до очень высокого уровня эту технологию, до бесошиблищ, до практически неразличимости с чтением живого диктора, и создаем книги, которые иначе бы на наш рынок не поступили. Этот проект у нас так и называется, искусственный интеллект читает книги. Пожалуйста, пользуйтесь. Ну и наконец, чтобы напомнить о нашей истории, нашей миссии, целую эпоху, которую мы провели вместе с Комсомольской правдой, и издали очень много замечательных книг, прежде всего по искусству, около тысячи книг практически в нескольких селях вышла, в частности, великие художники, популярная, большая, с огромным тиражом серия, но сейчас они постепенно забывают, но мы, тем не менее, в электронном виде продолжаем ее сохранять и предоставлять. Вот это не только иллюстративные, изобразительные издания, но и художественная литература на примере истории России в романах. 150 томов было нами выпущено замечательные книги, всегда вы их можете найти на нашем сайте. Ну что ж, вот это краткий обзор сегмента, который я называю нон-фикшн, как видите, здесь много мемуарной у нас литературы, но и много такой близкой к научной, то есть самые интересные, замечательные ученые, которых важно иметь в фокусе, мы стараемся их переводить. Да, вы видели, что среди вот этого нашего сегмента очень много зарубежных переводов, и это очень качественная литература. Вот обращу внимание, кстати, что далеко не все из них доступны в электронной библиотечной системе, все-таки ЭБС это больше для учебной литературы, а вот такие издания мы продвигаем на розничном рынке широком, и соответственно они в интернет-магазине. Ну что ж, следующая страница, которая для нас может даже и более важна, это учебная литература, книга знаний в формате учебной книги. Вот, и с точки зрения понятия книги знаний, это как раз самый понятный формат книга знаний, она должна прежде всего учить и обучать, обучать непосредственно в учебном процессе. Но опять-таки мы здесь учитываем те трансформации, которые сегодня происходят, и учебник мы стараемся воспроизвести не в старом классическом виде, а в том виде, который сегодня служит своей целью и лучше всего выполнять свою задачу. Это какая задача? Прежде всего учебник должен помогать понимать и запоминать. И вот этот арсенал средств должен быть в учебнике наличным. Но в целом если вот определить как книга знаний работает, то нужно конечно различать аудиторию этой книги, а именно того, кто и как хочет запоминать, кто и как хочет получать, каким образом хочет получать вот эти знания. И вот то, о чем вы говорили нон-фикшн, это совершенно специальный вид познания и понимания. это прежде всего для любознательных людей универсального мировоззрения, которые не учатся, но мыслят, которые желают сформировать свое понимание предмета. И я бы сказал, что в этом случае книга знаний она воспринимается прежде всего как развлечение. И поэтому мы видим на нон-фикшн на ярмарке, что это очень яркие издания, красочно поданные, с такими вот хлесткими говорящими названиями, очень похожими на газеты, книги, которые изменили мир и так далее. То, что мы читаем во взрослом состоянии вне рабочего времени. Монография очень похожа на нон-фикшн, но это уже совершенно другой формат. Это формат для ученых, требующих углубленного освещения предмета. то есть это книга для профессионалов и поэтому у нее совершенно иной рыночный сегмент и собственно иной подход. Здесь бы я сказал, что ключ книги знаний в понимании, в углубленном воспроизведении предмета. Ну и наконец учебник, о котором мы говорим, это тоже очень специальный формат, формат для обучающихся, о людях, которые нуждаются в точных знаниях о предмете, способных усвоить эти знания, пройти экзамен. Поэтому учебник, по сути дела, он падает только в аудиторию обучающихся, студентов и совершенно уже не воспринимается вне этой аудитории. и как только люди оканчивают университет, и мы там много раз видели, вот уже учебник, никто не берет в руки, просто потому, что это учебник. И потому, что, наверное, в этом формате книга знаний это по существу труд, и причем такой серьезный труд. Вот, собственно, этот труд мы и заключаем в текст, и мы называем это учебник 2.0, концепция цифрового учебника, который дополняет все возможные инструменты для того, чтобы человек, студент понимал и воспроизводил эти знания. Здесь есть несколько фишек. Ну, во-первых, цифровая трансформация содержания. Вот вы видите страничку нашего учебника, и видите, что очень большой функционал его сопровождает, здесь и информация о нем в различном виде, там список литературы, например, который здесь заходит, ну и различные возможности цифровые, которые можно сделать с учебниками, в частности, возможность превратить книгу в онлайн-курс, или использовать ее в своем онлайн-курсе. Это мы называем песочница, это своего рода трансформация учебника в онлайн-курс. Одна из наших фишек. И вторая, наверное, такая ключевая фишка, это элемент проверки знаний. Не только текст, но и корпус текстов каждому учебнику. и практически по каждой главе можно проверить свои знания и самому студенту, и преподавателю это может использовать. Вот такое значимое обогащение учебники. Ну а так элементы, которые здесь в учебнике содержатся, бибописание, аннотация, содержание, список литературы, тесты, то есть все, что может предоставить нам цифра. Ну вот в частности проверка знаний это тест в каждой главе, каждая глава сопровождается своим тестом и всегда можно сделать и обобщенную проверку знаний промежуточную и частичную в разных форматах. Это один из таких серьезных проектов ФБС, которые мы сегодня разрабатываем. Ну и если говорить о только учебниках, то в Директ Медиа очень много учебников, около 1600 учебников и учебных пособий по разным темам, направлениям, ну вот просто такой спектр обложек, которые мы можем увидеть по самым разным направлениям. и отдельно совершенно блок касающийся СПО. Более 500 учебников мы издали по теме среднего профессионального образования. Они включают в себя профессиональный стандарт, созданы ведущими авторами отрасли и созданы по единой модели, по самым современным лекалам. ну вот видите обложку такую серийную СПО. Вот обращу внимание, что с недавнего пора в нашем блоке БС для СПО находятся и книги просвещения, издательство просвещения. Несколько коллекций. Ну а самые лучшие книги получает у нас гриф. Они рекомендованы экспертным советом УМО Директ Академия вот с такой печатью. Но в состав экспертного совета входят ведущие специалисты по профессиональным профилям. И это значит, что книга обладает высоким уровнем качества подготовки издания, высокий уровень автора, наличие основных опций вот этой нашей концепции учебник 2.0. То есть мы стараемся из всего сегмента учебников выделить самые качественные, лучшие и помочь вам определиться с выбором учебной книги. Ну и если спрашивать какие книги учебники мы издаем, то сразу скажу все наше издательство как и электронная человеческая система университетская библиотека онлайн работает по всему спектру университетских профилей, хотя конечно большая часть это именно гуманитарные профили. Ну а каким книгам мы отдаем приоритет и выпускаем их в первую очередь, ну во-первых учебники по специальностям, которые не закрываются другими издательствами, которые находятся в нашей ЭБС и это также наиболее сильные и продвинутые направления, где как раз мы лучше других и стараемся вот это качество еще более укрепить. В общем вот этот вот комплекс учебников составляет базовый эксклюзив нашей ЭБС, который состоит из тысяч изданий учебной литературы нашего собственного издательства, нигде более недоступен. Переходим к монографиям, книга знаний в формате монографии и тут если вы знакомы с нашей деятельностью не впервые сталкиваетесь с тем, что мы одни из тех, кто борется за монографии, активно издает, создает сервисы различные и вообще продвигает монографию как научную книгу, потому что не секрет, что многие ЭБС ограничиваются учебниками и учебным процессом университетом. Мы именно боремся за то, чтобы в университетском пространстве присутствовала не только учебная книга как учебник, но и учебная книга как монография, то есть присутствовала наука. И вот здесь мы рады предоставить наш один из ключевых проектов открытые монографии, где мы собираем монографическую литературу и одного только нашего издательства там 30 тысяч изданий. Ну, здесь я говорю обобщенно, тут не только изданные, но и изданные ранее книги, но тем не менее это крупнейший информационный ресурс по научным монографиям на сегодняшний день. Ну, здесь расписано какой состав этой коллекции, научная литература, научно-популярная, фактическая, методическая, источниковеческая литература, ну, и классические монографии. В общем, все это сегодня составляет 30 тысяч, и мы постоянно расширяем эту коллекцию. Вот, конечно, такая большая коллекция, возможно, только благодаря нашей активной 20-летней деятельности по этой работе мы ее никогда не останавливали. Ну, а, собственно, мы сами издали около трех с половиной тысяч монографий, вы тоже понимаете, что это очень много. И это разные монографии. Я бы здесь выделил три категории. Это диссертационные монографии, то есть тех современных авторов, которые нам приносят книги современные ученые, ну, один из самых таких многочисленных потоков и источников, откуда берутся монографии. обработанные диссертации. Второй сегмент это научные и переводные монографии, и это прежде всего коммерческий сегмент такой, то есть они по определению переводные, значит, очень дорогие, и, конечно, переводим мы то, что самое ценное, самое интересное, последнее слово науки, это книги корифеев, авторов корифеев. Ну, и, наконец, классические монографии, о которых я говорил, это те, которые в основном свободны от авторских прав, но это как раз контент абсолютно необходимый для гуманитарной науки, это классики науки, и мы их выбираем и собираем вместе, запускаем в современное научное пространство. Ну, вот, на обложках все эти типы видны. Вот этот слайд позволяет судить, насколько интенсивно мы работаем в этом сегменте. Вот вы видите, что каждый год у нас издается около 200 монографий. Это очень много, учитывая, что этот сегмент практически такой не рыночный, не коммерческий, в то же время дорогостоящий. И по предметам видите, насколько уже внушительный сформировался у нас арсенал. Вот это только те предметы, по которым собрано более сотни монографий, причем по истории России более 500, просто по истории 160, ну, философия крупной, почти полсотни истории стран России, то есть история с отрывом лидирует. Ну, и также психология, социология, культурология, педагогика, все это наше направление работы. И помимо нашей вот чисто издательской работы, еще присутствуют монографические проекты, где мы собираем и ищем уже как агрегаторы другие такие же ценные монографические проекты, ну, например, библиотека «Научное наследие России», Академии наук, работаем в партнерстве, где представляем труды всех российских советских академиков. Вот, или издание РФФИ, тоже замечательная серия, которая была с помощью финансирования РФФИ, издавалась многие годы, представленные у нас. К этому сегменту можно отнести также академические архивы, это тоже собрание, очень ценные литературы, это уже в основном даже императорское производство, например, записки Императорской Академии наук, сборник Императорского Русского Исторического Общества, все это замечательные книги, имеющие важные научные ценности. И еще один формат, в котором собираются монографии, это наш проект «Именитый ученый», уникальный проект, собрание полных текстов ученых и философов. Здесь и классики, такие как Николай Бердяев, или как Михаил Покровский, историк, ну и современные наши, ну можно сказать, современники, такие как Вениамин Бибихин, философ, тоже с самым большим собранием сочинений. И вот этот проект, именитый ученый, охватывает около двух тысяч отечественных и зарубежных ученых-писателей, которые мы постепенно пополняем, пополняем, создаем уникальный по представленности объему цифровой ресурс. Ну что ж, буду подводить итог, в общем-то я осветил нонфикшн, монографии, учебники, по сути дела это три разных сегмента, три самостоятельных издательства, у них совершенно разные редакции работают над этим, и разные даже продажно-коммерческая дистрибуция, но их объединяет наверное одно, вот наша ключевая фишка, не тиражная книга, вот эти все сегменты, они, вы их не увидите, как правило, на полках магазина, даже и монографии, очень трудно сегодня найти в магазине, ну нонфикшн, конечно, другая история, тем не менее, в нонфикшне тоже очень много книг, которые не становятся бестселлерами, не добивают до более-менее крупных тиражей, и в прошлый раз мы с вами как раз с этого начали, что долгосрочный тренд в том, что тиражи снижаются, книга вот своей индустриальной такой тиражной форме слабеет, и за 10-15 лет, а это вообще микро исторический срок, произошло снижение в два раза, нам нужно готовиться, что это будет продолжаться и дальше, уже сегодня более 50% книжной продукции это тиражи до 500 экземпляров, и при этом все равно вот те технологии, на которые базируются книги, начиная от Гутенберга, это тиражной технологии, и очень мало кто задумался, а как нам работать и не потерять книгу, когда она вообще невыгодна станет для тиражей, вот этот вопрос как раз нас интересует, потому что очень много ценных, интересной литературы, которая не добивает даже до 500 экземпляров, и вопрос не в том, чтобы просто снижать тиражи, до бесконечности невозможно снижать, ну и снижать это просто немножко там свою прежнюю технологию, ужимать, ужимать, там, тратить в качестве, у нас другая, другой здесь подход, и поэтому здесь я открываю наши секреты фирмы, мы работаем с совсем другой точки зрения, строим другую технологию, и основу вот этой другой технологии составляет электронная книга, потому что если сравнить сегмент бумажной книжной продукции, которая страдает от этой тиражности и завязана на эту тиражность, то электронная книга, она не имеет таких ограничений, и уже сегодня вы видите, в чем это выражается, ассортимент бумажной книги все время сужается, а ассортимент электронной книги все время расширяется, и получает такое неоспоримое преимущество, и скажем так, что предельный уровень снижения печати это 100-200 экземпляров, то есть ниже уже практически невозможно на этой технологии работать, кто не может продать 100 экземпляров, тот книгу вообще не напечатают, будет нерентабельно, и вот собственно здесь начинается наше время, здесь вступаем в действие мы, и технологии print-on-demand, в принципе этой технологии уже много лет, о ней много говорили, но на самом деле именно технологию здесь никто не предложил и никто не выстроил, то что мы называем print-on-demand это обычно просто понятие цифровой печати, которое может печатать небольшими тиражами, но этого очень мало, и для того, чтобы по этой технологии конкурировалась тиражной, а в чем конкурируют, прежде всего в стоимости требуется сделать очень много, вот наша стоимость книги примерно плюс 10-20 процентов от стоимости тиражной книги, то есть мы я считаю становимся конкурентоспособными с ней, но при этом мы совершенно по-другому строим наш технический проект, мы всю нашу работу формируем по технологии print-on-demand и как вы видели практически вся эта ниша, это издание, которые невыгодны для технологии тиражей, мы с ними практически не пересекаемся, и мы одни из немногих, кто смог создать и освоить всю технологическую цепочку print-on-demand и в результате ну результаты этого то, что мы можем печатать от одного экземпляра, то есть книга создается действительно тогда, когда она заказывается, а не лежит где-то на складе в малом количестве, и при этом срок исполнения заказа одна неделя, то, что никто не используя этой технологии, в принципе не может не может обеспечить в чем сложность вот такой печати от одного экземпляра, какие нам проблемы и задачи нужно было и удалось решить, ну, во-первых, в стоимость печати даже от одного или тысячи экземпляров всегда будет входить стоимость подготовки макета, которая очень большая, и она соответственно будет давить грузом на цену, да, мы должны быть рентабельными, коммерческими, это никто от нас не отнимал, то есть вот эту стоимость нужно в эту технологию включить, чтобы цена книги при этом не поднималась. Дальше, любая книга даже от одного экземпляра должна иметь обложку, должна содержать оформление каждой книги, что тоже недешево, так скажем, включает в себя работу дизайнера и так далее, верстальщика. Дальше, любая книга перед печатью один или тысяча экземпляров требует адаптации макета под печать, тоже затраты. Дальше, чтобы напечатать один экземпляр, нужно печатать в белую, без права на ошибки. Те, кто знаком с типографскими технологиями, знают, что обычно книгу печатают пробно и по ней уже пускают, корректируют, пускают большой тираж. Вот здесь надо так выстроить всю технологию подготовки макетов, обложек, выносы и так далее, чтобы сразу напечатать первый экземпляр абсолютно идеально, без ошибок. Дальше, чтобы это все работало, требуется обработка заказа оперативная, очень короткие сроки выполнения заказа, логистика, адаптирующаяся тоже под эти микрозаказы. Все это совершенно иначе, чем происходит в классическом издательстве. ну и главный секрет вот этой технологии, что эта система, это должно строиться как система, которая прежде всего выражается в подготовленном каталоге, в котором уже есть эти макеты, который уже организован по системе оперативного сервиса, уже заточен на такую оперативную обработку заказа, получил и сразу напечатать. В общем, я только вам обозначил те проблемы, которые нужно решить для того, чтобы уметь работать в этой технологии. Разумеется, она сильно не вписывается в ту практику, которая имеется в обычном классическом издательстве. Мы стараемся при этом, чтобы разница между нашей книгой и книгой такой классического издательства не было никакой. и надеюсь, те, кто держал в руках нашей книги, они видят, что действительно, если вот не сказать им это, то никто и не догадается. И вот на сегодня мы вот в этой системе каталоги имеем около 40 тысяч книг. Большинство из этих книг иначе как у нас не найдешь или только вот букинистик. это конечно книги в первую очередь паблик домен, где можно легко их брать, но также и очень много книг, а их-то я вам и показывал, книги авторской редакции, которые тоже делаются по сути дела на стороне авторов. но но не все книги, те, которые предназначены для розничного рынка, поступают на книжную полку, это, скажем так, те книги, которые мы делаем в классическом формате по тиражной технологии и тиражами. Вот так, что мы здесь, ну, я считаю, шире любого издательства, мы и классическую технологию используем, и не классическую, да, и надеюсь, что в этом и будет наша сила. и даже более того, в развитии этой технологии у нас есть не только print-on-demand, да, напечатай по требованию, но вообще book-on-demand, то есть мы можем подготавливать книгу с нуля под заказ, даже той, которой у нас в настоящее время нет, но мы ее можем достать и быстро сделать. Вот такие вот у нас такая внутренняя кухня, да, кому было нас интересно, нам здесь есть чем гордиться, и как вы можете представить, это очень интересная работа, не просто там воспроизводить, а действительно открывать, это очень технологичная работа, мы здесь не разделяем представление о том, что книжный рынок падает, или какие-то там у него проблемы, в данном случае у нас очень широкий спектр, мы эти рынки, которые бросают классические издательства, скорее захватываем, отсюда черпаем оптимизм. Ну и не ограничиваясь изданием, это уже мой последний слайд, обращу внимание, конкурсы, которые мы проводим, научных, учебных изданий, доктор Нобелес, конкурс монографий, фундамент науки, конкурс учебников, и конкурс Бифёст дипломных научных работ, в частности, вот сейчас завершился конкурс Бифёст, и в декабре будет церемония награждения, и как раз запустился фундамент науки, приглашая всех участвовать своими монографиями. Вот такая наша деятельность в этом огромном мире книги, где мы надеемся быть заметными, играть свою роль, и служить науке, образованию. Ну что ж, на этом благодарю вас за внимание, коллеги, кому это было интересно. Так, вижу, что есть даже вопросы, не нашла книг по теме математика в работе педагогического менеджера социальных служб в социальных деревнях. В России всего две социальных деревни, потому что нет опыта открытия. Ну, возможно, да. Не знаю, есть ли у нас такая книга, посмотреть. Хорошо бы видеть литературу про Китай, особенно экономика, политика, жизнь, этикет, жизнь русских в Китае, ну что ж, надеюсь, у нас вот этой тематики можно дать. Не вижу, что я вас немножко зажег, рассказывая книги. Учусь на педагогике психолога, нет литературы по опыту работы за рубежом, не запада, а востока, Китая, Японии, Кореи. Вот, да, этот путь нам надо пробивать и открывать. Мы тоже стараемся здесь двигаться. так, вроде бы все, что касается вопросов. Так, ну что ж, коллеги, тогда еще раз благодарю вас за внимание, что посвятили мне время, я это очень ценю, ну и буду рад, если это все тоже аукнется вашим интересом, зайдете в наш интернет-магазин, в нашу электронную библиотечную систему, если пришлете свои пожелания, вот некоторые я их я услышал, ну вот, мы работаем для вас и будем это делать. Всего доброго.